Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 13.2.6. Мы будем проверять IPv4 и IPv6 адресацию. Для этого скачиваем pk файлик и ждем пока он скачается. А для того чтобы отвечать на вопросы нужно скачать pdf файл и скачать его к себе на компьютер, ответить и отправить вместе с ПК. Мы открываем наше само задание и будем приступать к его выполнению. Если у вас вдруг во время открытия ПК файла спросят логин и пароль, мы записываем точно то же самое, что мы вводим при входе в Netocad и открываем наше задание. Теперь вводим в юсер профайле имя, email и группу. Нажимаем кнопочку ok и подтверждаем. Наше задание сейчас перезапустится и мы начнем работать. У нас сегодня небольшое обзорное задание, у нас не будет оценки, мы ничего не будем настраивать, но просто научимся проверять IPv4 и IPv6 адресацию. Давайте приступим. Нам нужно будет заполнить таблицу адресации, я покажу откуда брать эту информацию и поработаем немного с трейс роутом. Давайте начнем. Первое, что нужно сделать, скопировать команду, либо заполнить ipconfig all. Она покажет настройку всех IPv4 адресов на устройстве. Откроем pk1. Ой, IP конфигурация, как видите, у нас закрыта. Мы не сможем посмотреть так, поэтому заходим в командную строку. Топ. И тут тоже топ. Все, теперь они никуда не будут прятаться и вводим команду ipconfig all. Тут мы можем видеть всю информацию о настроенных IP адресах. Вот, например, маска под сети и IP адрес. Эту информацию вам нужно будет записать в PDF-файлике вот сюда. маска под сети и IP адрес. Готово. Что нас просят сделать дальше? Проделать точно то же самое на устройстве PC2. Опять-таки, командная строка ipconfig all. Enter. И маска под сети и IPv6 адрес у нас тоже вот здесь записаны. А также default getaway. Вот. Смотрим, что у нас дальше. Теперь нам нужно проверить IPv6 адреса, которые настроены на этих устройствах. Для этого есть отдельная команда ipv6config all. Вставляем эту команду и вот видим, у нас есть default getaway указан. Также IPv6 адрес, который вам нужно будет записать также вот сюда в табличку. Это данные для устройства PC2. Давайте посмотрим на IPv6 адрес устройства PCA. Paste. Вот у нас default getaway и IPv6 адрес. Пока что все довольно-таки просто. Смотрим, что у нас дальше. Нам нужно проверить соединение, используя ping. Давайте пропингуем со устройства PC1 на устройство PC2 с помощью IPv4 адреса. Записываем команду ping и смотрим IPv4 адрес устройства PC2. Вы его записали себе в PDF-файлик и вам не нужно сверять уже по выводу отсюда. А я копирую IPv4 адрес 10.10.1.20. Копи и записываю в paste. И ждем, пока сработает наш ping. И как видите, наш результат успешен. Мы пропинговали. Да, окей, у нас первый пакет неудачный, но так бывает при первом пинге в сети. Если пропингуем еще раз, у нас все пакеты будут отправляться и получаться, и ни один не будет утерян. Все, окей. Давайте теперь пропингуем с PC2 на PC1, потому что так бывает, что в одну сторону пингуется, а в другую нет. У устройства PC1 IPv4 адрес 10.10.1.20.7. Копирую, вставляю. Из первого же пакета у нас ping удачный и все хорошо. Давайте теперь пропингуем с помощью IPv6 адресов. Для этого вводим команду ping и копируем IPv6 адрес у нашего первого устройства. 2.0.0.1.2.8.1.4.8. Хочу обратить внимание, что вот это нули, а не буквы О, потому что в IPv6 адресе у нас буквы О не существует. копируем copy paste либо вы можете переписать вручную но главное не сделать ошибку пинг для того чтобы пропинковать на IPv6 адрес прописываем команду минус n 1 и нам не нужна 64 вот вот команда для того чтобы пинговать мы можем пропинковать например все четыре пакета а не только один делаем вот так вот теперь мы пропинговали точно так же как на IPv4 4 отправлено 4 получено пинг у нас успешен проделаем точно так же только в другую сторону вот наш IPv6 адрес копируем только без маски под сети paste ждем из первого же пакета все удачно если первый удачный то все последующие тоже будут удачны теперь нам нужно посмотреть путь по которому у нас идет пинг этого есть команда trace road либо ее короткая версия trace rt давайте запишем эту команду и пропингуем на устройство 10 10 10 10 20 это я так понимаю устройство pc 1 ой pc 2 вот он пингуем и мы можем видеть все IP адреса по которым проходил trace road 10 10 1 97 10 10 1 5 1 10 и 1 20 это уже наш pc 2 также мы можем приделать это в другую сторону но я уже не будет не буду тратить на это время также вам нужно будет подумать и посмотреть по каким интерфейсом у нас проходил этот маршрут и указать в ответах давайте перейдем на шаг 2 и проделаем trace road для IPv6 адресов paste и мы видим все IPv6 адреса устройств по которым у нас проходил пинг вот они также вам нужно их записать в выпады файлики на ну как ну как ответ на вопрос и указать интерфейсы по которым проходил этот пинг а думаю на этом все всем пока